Внешняя агрессия 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 Пока, я не знаю, Турция не закроет ей нефтяные суда, русскую нефть не выпустят в Средиземное море. Сейчас предпринимается много мер антироссийских, то есть вы видели, Ж8 отменяется, сегодня биржа рухнула российская, все акции и котировки закрыты, русские олигархи, я думаю, сейчас получат какие-то санкции уже на территории западных стран. Работают дипломаты, работают переговорщики, все идет на официальном, неофициальном уровне, я думаю, как-то разрулится, потому что, в общем-то, мне непонятно, как может быть воевать Украина с Россией, украинцы и русские, как могут стрелять друг в друга. Ну, это невероятно. Ну, учитывая, я скажу, не дипломатично, шизофрению второго оппонента, то есть у нас был один большой шизофреник, а там маленького роста шизофреник, но полностью неадекватен, полностью сошел с ума. То есть его вот это мессианство, восстановление, не знаю, Российской империи в границах 13-го года или Советского Союза в границах 91-го, оно, конечно, доведет весь мир, может довести до катастрофы. Потому что любое неосторожное движение, выстрелы, и все полетит в тар-тарары. Да, ну, естественно, все договора с Россией, мы увидели, как они выполняются, все гарантии, все Будапештские протоколы, то есть Отто фон Бисмарк когда-то сказал, что любой договор с Россией не стоит бумаги, на которой он подписан. Вот, но нам надо сохранять спокойствие, избегать провокаций, никаких столкновений не должно быть. К сожалению, мы, Днепропетров в частности, испытал, в общем-то говоря, нелегкие времена во время Майдана. Он проявил свою гражданскую позицию, он сказал, что он хочет в Европу, он не хочет жить при преступном режиме. Я считаю, что вопрос по поводу режима, какой он был преступный или неприступный, все мы понимаем, мы были все его заложниками. Все заложниками были. И простые граждане, и олигархи, и власть, и чиновники, и никто не был виноват. Ну, то есть, такая была жизнь, к сожалению, мы еще не стали тем гражданским опытом, обществом. И не прошло 40 лет со времени независимости, а прошло только 22. Через 18 лет вырастут новые поколения, которые уже не будут терпеть таких, как Янукович. И я думаю, такие явления... Да, уже выросла новая. А уйдем мы, а появятся те, у кого нет геновых хромосом 1937 года, которые нам передали наши родители. Я думаю, уже будет другой народ, другое чувство, другое общество. И это общество будет гражданским. И я думаю, мы будем, в общем-то, с таким характером, как и Польша, и Чехия, Словакия, Западная Украина. Все-таки они меньше были под Советским Союзом, и мы это на себе ощущаем. И видим их позицию и нашу. Здесь, как это, гены сопротивления были уничтожены голодоморами, гражданской войной. Красная армия, которая боролась и против Махно, который для них взял Крым, и против Украинской Народной Республики. Ну, мы хорошо знаем историю. То есть мы строим новую страну, и в этой стране должен быть покой и порядок. Хотел поблагодарить я всех майдановцев, я их так называю, все организации общественные, которые восстали за свое будущее, за европейское будущее, за свою свободу, нежелание жить под каблуком и под диктатурой. Хотел привести слова Уинстона Черчилля, сказанные по другому поводу во время битвы за Англию. Что никогда такое большое количество людей не было так благодарно такому малому количеству людей. То есть это касается всех майданов и всех людей, которые отдали жизни свои, отдали здоровье, особенно Небесная Сотня, которая пролила свою кровь. Ну, в общем-то говоря, я считаю, мы должны понимать, что и противоположная сторона была, в общем-то говоря, заложницей ситуации. И эти ребята из внутренних войск, и тот же Беркут, они были, выполняли приказ, и, в общем-то говоря, низкая культурная просветительская работа и обучение, оно, в общем-то говоря, показало нам, что, в общем-то говоря, вот эта тезис, что можно не выполнять преступные приказы, он как-то до них не дошел. Они не понимали этого. То есть присяга и приказ для них были важнее, чем, в общем-то говоря, ну, те вещи, которые они не должны были делать. Я не призываю к всепрощенчеству и не призываю к тому, что мы должны подставить вторую щеку. Просто я считаю, что все должно быть в рамках закона, и все эти явления должны быть исследованы, и то, что было в Днепропетровске, должно быть исследовано. И, в общем-то говоря, мы должны помнить о таких вещах, как неотвратимость наказания. Особенно мерзкое явление было это тетушки. То есть я понимаю там людей, которые были в военной форме, там, в форме Беркута, в форме внутренних войск, но то, что делали тетушки, это было совсем иммерзительно. И те, кто их прокрывал и потакал им. Но сегодня не время выяснять отношения. Я считаю, это вопрос правоохранительных органов, следствия, общественной комиссии, которую Борис Филатов создал. И мы, я думаю, дойдем это. Ну, я не говорю о том, что все будут наказаны, и все будут... До всех дойдет наказание. Но, во всяком случае, мы ждем хотя бы от них покаяния. В том, что они сделали. И делали. Нет, я понимаю, что вас не устроят, но мы должны все делать в рамках закона. Вы с этим согласны. Я считаю, что это моя тоже позиция. Ни один эпизод не должен быть пройти бесследно.